Тема вебинара «Задание с развернутым ответом на ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию» проведет вебинар Ольга Александровна Чернышева, учитель истории обществознания высшей категории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершению вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, надеюсь, вы будете активными слушателями, и если у вас будут вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну а я желаю всем нам продуктивной работы и передаю слово Ольге Александровне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада очередной встрече с вами. Жизнь идет своим чередом. Уже у нас вот на улице такая чудесная весна, светит солнышко и тепло. Вот, и подошла к концу самая длинная, самая трудная четверть, третья четверть. Мы уже можем сделать с вами некоторые выводы, можем подвести итоги нашей работы. Ну а как бы расслабляться нам рано, потому что мы сейчас вот как раз таки на финишной прямой уже. Тут последняя четверть очень коротенькая будет. И, конечно, для всех нас очень важно, насколько мы хорошо подготовили детей к экзаменам. Экзамены будут сдавать и девятиклассники ОГЭ по обществу о знанию, их достаточно много. Экзамены будут сдавать и выпускники одиннадцатых классов. И они тоже по численности ЕГЭ по обществу о знанию являются третьим после русского языка и математики профильной. Поэтому, конечно, мы чувствуем ответственность определенную, да, и нам очень хочется, чтобы результаты наших ребят были хорошие, чтобы они подтвердили свои отметки школьные, ну и порадовали нас своими неплохими результатами. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о подготовке к ОГЭ и подготовке к ЕГЭ. Мы не будем рассматривать абсолютно все вопросы, а поговорим о заданиях с развернутым ответом на ОГЭ и заданиях, которые требуют развернутого ответа на ЕГЭ. Ну, как правило, больше всего затруднений вызывают именно эти задания. Но, с другой стороны, многие из них, они направлены на выявление уровня подготовки учеников, их владения обществоведческим материалом. Но еще и здесь очень важен широкий кругозор, вовлеченность учеников в социальные процессы, умение видеть в современных явлениях, в современных событиях, которые происходят разные явления и процессы, которые мы изучаем в теории. И поэтому, конечно, многое еще и зависит и от психологической готовности, и от общего такого развития ученика. Итак, задания на ОГЭ. Во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание, вот у нас есть тематический тренинг для подготовки к ОГЭ, я дальше покажу обложечку. И там есть вот такие таблицы, которые очень хорошо помогут ученику подвести итоги, посмотреть, что он знает, чего он не знает, где следовало бы немножечко больше приложить усилий для того, чтобы преодолеть какие-то пробелы в знаниях. Это вот план подготовки к ОГЭ для себя. Конечно, в принципе, это можно было делать в течение года, а можно сообразить такой вот небольшой подготовительный курс, состоящий из 10-12 занятий, и воспользоваться вот этим планом. Ну и еще вот такая табличка тоже, она для тех, кто работает с нашим тематическим тренингом. Это позволит очень хорошо по всем основным разделам курса общества знания пройти тестирование, отметить свои результаты, ну и в конце концов посмотреть, опять же, насколько ученик каждый готов к экзамену, лист самоконтроля. Для, конечно, это очень хорошо подойдет для детей мотивированных, которые сами нацелены на высокий результат, и для которых важно достичь этого результата. Вот листок самоконтроля, это один из инструментов, который позволит детям подойти к экзамену уверенно, четко, и хорошо его написать и получить хорошие результаты. У нас для подготовки к ОГЭ существует комплекс книг, методически выверенный, он постоянный, достаточно стабильный, у нас из года в год повторяется практически. Вот посмотрите, обратите внимание, это, конечно, тематический тренинг, в котором есть теория, есть задания для отработки. Это книга основная, которая содержит 30 тренировочных вариантов. Ну, также для того, чтобы именно теоретическую подготовку реализовать, есть у нас книга в таблицах и схемах, автор Пазин, Роман Викторович, есть большой справочник, который является универсальным пособием и для 9-го, и для 10-го, 11-го. Ну, и для отработки отдельных типов заданий, в частности, задания с графиками, диаграммами, есть книжечка отдельная, задания с графиками, таблицами и диаграммами. Значит, в соответствии с демонстрационным вариантом этого года, всего у нас в ОГЭ 24 задания, изменений каких-то таких реальных не произошло. Для того, чтобы ученик получил 3 балла, то есть прошел вот этот порог, нужно набрать от 14, да, 14 баллов до 23. С 24 начинается четверка, и с 32 начинается пятерка. Значит, что, на что я хотела бы обратить внимание? Ну, вы видите, что у нас увеличилось количество заданий с развернутым ответом. И для многих детей это дополнительная проблема. Почему? Потому что здесь требуется не только проявить свои знания по нашим дисциплинам, по обществознанию и по разделам основным курса обществознания, но еще и требуется суметь правильно сформулировать ответ, записать. То есть здесь навыки письменной речи, они, конечно, имеют большое значение. Ну, а учитывая вот такое смс-очное мышление наших детей, да, вот трудности с выражением своих мыслей, распространенными предложениями, все это, конечно, на все это следует обратить внимание и с детьми проработать. Ну, вот, в частности, первое задание, оно предполагает выбрать два понятия обществоведческих, которые относятся, ну, либо к определенной сфере общества, либо к определенным социальным явлениям или процессам. Ну, вот в данном случае я вам привела пример на слайде те понятия, которые относятся к описанию видов человеческой деятельности, да. И вот, глядя на данный перечень, ученик должен выделить основные виды деятельности. Ну, мы знаем, да, что у нас игра, учение, труд, общение, да. Ну, вот в данном случае выбираем труд и игру, да. И ученик должен, вот, получить, получит он один балл, если он правильно выберет подходящие понятия. А дальше, второе задание, нужно раскрыть одно из этих понятий, значение одного из этих понятий. Причем раскрыть нужно с теоретической точки зрения, то есть используя обществоведческие знания, а не на обыденном житейском уровне. Вот, ну, что, как бы, облегчает данное задание, это то, что оно все-таки альтернативное, и ученик может выбрать, какое из двух понятий он раскроет, да. То есть, если мы берем, допустим, задание в ЕГЭ, то вот такого возможности у учеников нет. Они должны в 18-м задании, ну, мы будем дальше говорить, оно несколько измененное, но для того, чтобы его правильно выполнить, указать три признака того или иного понятия, необходимо знать значение данного понятия, да. Так вот, труд и игра. Ну, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы постарались в своих тематических тренингах выделить и дать определение тех понятий, которые как раз-таки необходимы для этого. Ну, вот, как я обычно делаю, я выделяю в каждом разделе 10, 12, ну, может быть, 15, если это экономика, там, допустим, или право, терминов, которые являются основными и главными. Ну, вот перед вами термины, которые, или понятия, которые ученик должен знать по разделу «человек», да. Ну, и в желтеньком, на желтом фоне выделены разнообразные формы работы с этими понятиями. Знаете, у нас был отдельный вебинар, который посвящен работе с терминами и понятиями. Там вы можете посмотреть более подробно, если вас это интересует. Следующее задание 5 – это задание, которое требует развернутого ответа, задание по картинке, да. То есть в данном случае ученик должен хорошо разглядеть изображение и правильно, внимательно прочитать задание. Вот я вам хочу представить задание, которое было в прошлом году на реальном ОГЭ. Значит, оно было такого содержания. Значит, был изображен школьный класс, изображена учительница, окруженная учениками. Значит, и был задан такой вопрос, каким видом деятельности занимается женщина, изображенная на данном рисунке. Вот. Дети невнимательно прочитали задание. И многие не получили балл. Почему? Потому что неправильно указали вид деятельности. Они быстренько глянули, увидели детей, которые сидят за партами, да, поднимают руки и ответили, что это учение. На самом деле, нас же ведь спрашивают, чем занимается женщина, изображенная на данном рисунке. Значит, в данном случае мы должны исходить. Опять же, мы знаем виды деятельности. Игра, учение, труд, общение. Значит, ученик в данном случае должен был указать, что трудовую деятельность, труд, да, как вид деятельности. То есть, вот, пожалуйста, из-за невнимательности детей они потеряли баллы. И задание было оценено нулем. Труд, целенаправленная деятельность направлена на преобразование окружающего мира и самого себя. Ну, в принципе, это определение деятельности в целом, да. А все-таки для труда признаком является не просто целенаправленный характер, но вот эта целенаправленность, она должна быть на получение практически полезного результата. То есть, мы говорим, что труд – это не просто деятельность. Ну, да, ну, просто можно было добавить, да, что это целенаправленная деятельность, связанная с получением практически полезного результата. Вот, так, да, Дмитрий Анатольевич, вот немножечко нужно уточнить данное определение. Потому что деятельность, направленная на преобразование окружающего мира и самого себя, вот подумайте, допустим, если человек занимается самовоспитанием или самоконтролем, то это не совсем относится к трудовой деятельности. Да, в данном случае труд – это деятельность, направленная на получение практически полезного результата. А этот результат, он должен выражаться в чем? Либо в материальных благах, либо в нематериальных благах. Ну, да, действительно, в результате труда мы создаем необходимое для нашей жизни, да. Вот, на мой взгляд, в девиантом классе неуместны такие фото, которые дети могут истолковать двояко. А здесь нужно читать вопрос. И если мы прочитаем, каким видом деятельности занимается женщина, изображенная на нем, женщина одна. Знаете, мы один раз вот, ну, как-то готовили, стараемся внимательно относиться к тем иллюстрациям, которые используем. И вот однажды мы делали, готовили вариант, да, и там, значит, у нас была картинка, женщина-кассир, да, за кассой стоит, принимает деньги от покупателя, да. И вот в данном случае был вопрос, какой вид экономической деятельности осуществляет женщина, изображенная на картинке, да, допустим. И вот мы тогда, да, обратили внимание, что нельзя ставить, значит, в качестве покупателя женщину, нужно указать мужчину, да, на картинке или ребенка какого-нибудь, да. Или вообще отказаться от изображения покупателя, а, значит, только вот изобразить вот эту кассу и рядом с ней там деньги и так далее. То есть устройство для того, чтобы принимать деньги. Вот, поэтому, конечно, здесь все продумано, и здесь нужно обращать внимание детей на то, что написано в задании. То есть мы читаем задание, и я, вот, знаете, детям всегда говорю, работаем с карандашиком. То есть вот берем и подчеркиваем самое главное в задании, либо ключевое слово какое-то. Вот в данном случае ключевым словом женщина, изображенная женщина у нас одна, учитель. Вот, поэтому, конечно, обращайте внимание детей на внимательное прочтение задания. Пусть не спешат, заданий не сильно много, их всего 24. Из них задания с развернутым ответом нужно выполнить очень-очень четко, отвечая на каждый вопрос поставленный для того, чтобы не потерять возможные баллы. Вот, ну и в данном случае тогда ничего сложного у нас не будет. Каким видом деятельности занимается женщина, мы скажем, что это трудовая деятельность, да. Вот, ну, либо хотя бы, конечно, они могли написать «учит детей», да, или там «работает учителем». Вот тогда как бы можно было зачесть, да, «работает учителем» и «трудовая деятельность», хотя, опять же, в натяжечку. Почему? Потому что вот это задание в данном случае, оно направлено на определение видов деятельности. А виды деятельности мы знаем, какие с точки зрения научного общества знания. Вот, дальше обратим внимание. Вот я предложила вам еще задание, которое вы можете выполнить с вашими детьми, девятиклассниками. Здесь вот игра, как ведущий вид деятельности. Дальше форма общения, мы говорим, есть общение у нас какое межличностное, да, есть официальное деловое общение, да, и так далее. Дальше здесь у нас идет, какой вид деятельности осуществляет мама с девочкой. Это какая? Хозяйственная деятельность бытовая, да, по заботе о четвероногом друге, там собачка изображена, посмотрите, крупным планом. Ну и деятельность трудовая по обслуживанию, по ведению хозяйства в семье, то есть вот уборки. Ну, посмотрите. Да, дальше. Следующее задание, которое тоже требует внимательного прочтения, оно, в принципе, не вызывает у детей особых сложностей. Ну, мне хотелось бы отметить, что вот, по крайней мере, в тех пособиях, которые встречаются от ФИПИ, или, допустим, те задания, которые встречались на реальных экзаменах, они очень стандартны и не отличаются разнообразием. Мы в своих 30 вариантах подготовки к ОГЭ посчитали, что нужно значительно расширить содержание этих заданий и не сводить их только к получению смс-ки или, допустим, к мошенническим каким-то действиям отдельных товарищей. И в данном случае ответ будет простой. Чем угрожают? Мошенники могут завладеть средствами. Что делать? Ничего не делать, не отвечать на звонки, обратиться в банк, допустим. То есть в данном случае мы попытались в наших книгах сделать для детей как можно больше интересных заданий по финансовой грамотности. И я думаю, если вы с нашими книгами работаете, то вы это оценили, потому что в каждом варианте совершенно разного содержания у нас эти задания. Ну, в данном случае задание о том, что онлайн-перевод на карту дочери не поступил, то есть не произошло зачисление денежных средств, что следует предпринять Игорю Петровичу, в чем могут быть причины такого явления, и запишите развернутый ответ, указав номер задания. То есть здесь уже несколько другое содержание, но дети должны быть готовы, а вдруг в этом году разработчики ОГЭ придумают какие-то более интересные задания, чем даются в демонстрационном варианте. Ну, вот задание тоже о том, что поступила СМС-ка о том, что 20-летний сын нашей Натальи Петровны попал в ДТП, и для того, чтобы решить вопрос, нужно перечислить 2000 рублей на указанный номер телефона. Ну, я хочу сказать, сейчас проблема вот этого телефонного мошенничества является очень актуальной. Ну, вот для жителей Ростовской области, например, вот буквально на прошлой неделе у нас даже большой был сюжет по нашему телевидению о том, что жители Ростовской области вот так вот не зная, не понимая, они перечислили достаточно большую сумму денег на поддержку ВСУ, да, то есть вот при этом не хотели этого сделать, да, их, да, да, ВСУ для поддержки украинской армии сработали мошенники, которые действовали в интересах, да, данной структуры, и вот таким образом это произошло. Ну, и действительно большое количество у нас есть примеров, когда пожилые люди, да, и не совсем пожилые, кстати, вот интересно, что по статистике самыми подверженными влиянию вот этих телефонных мошенников являются мужчины среднего образования профессионального от 25 до 44 лет, вот они чаще всего попадают под воздействие вот этих недобросовестных граждан, совершающих преступления. Вот, поэтому, конечно, данные задания нужны, с детьми нужно это постоянно обговаривать для того, чтобы они не стали жертвами мошенничества. Вот, ну, а следующее задание, которое, если вот предыдущее задание, оно обычно не вызывает больших трудностей у детей, здесь главное, чтобы они могли отвечать именно на каждый поставленный вопрос и ничего не упустили, да, вот, то задание 12, это задание на работу с графиками, диаграммами, гистограммами, вот этому посвящена отдельная вот книжечка у нас, да, и она есть у нас на нашем сайте, она есть в продаже, эта книжечка, это работа с графиками, диаграммами, таблицами. Причем я хочу сказать, что эта книга, она поможет и девятикласснику подготовиться к экзамену, и одиннадцатикласснику, потому что мы здесь собрали самые разнообразные виды заданий, которые могут быть с информацией, представлены в графической форме, в виде статистических таблиц, и я думаю, что для учителя, по крайней мере, если даже не на класс каждому ученику, но для учителя эта книга, она, ну, будет очень ценной, потому что можно будет, в принципе, подобрать каждому уроку по любой теме, ведь здесь есть у нас соцопросы и по политике, и по социологии, и по экономике, задания, которые помогут детям вот ориентироваться в подобной информации, представленной таким вот образом. Вот, так вот, вот это задание, оно является, да, действительно сложным с тех пор, как его изменили, да, внесли изменения в демонстрационный вариант и сделали его заданием открытого типа. Если раньше это было задание на выбор, да, то есть выбирали верные суждения, и вот, кстати, в ЕГЭ до сих пор, да, это задание, оно вот осталось в таком вот виде, да, когда мы должны сделать множественный выбор суждений, соответствующих данному изображению, да, на гистограмме или диаграмме, или в таблице. Здесь же усложнили, но это задание, оно все-таки такое требующее более сложных умений. Здесь непросто увидеть, что изображено на данном графике, да, или гистограмме, но еще и нужно что сделать? Сделать по одному выводу о сходстве и о различии в позициях групп опрошенных. Ну, в данном случае, конечно, мы на что должны обратить внимание? Ну, сходство мы выбираем одинаковые позиции, да, причем групп опрошенных, значит, мы должны посмотреть 6, 9, 11 класс. Мы можем взять любые две группы опрошенных, допустим, 6 и 11 класс, или 6 и 9 класс, или 9 и 11, то есть здесь нас авторы задания не ограничивают. Ну, в данном случае сходство, посмотрим, где у нас тут более-менее такое вот есть сходство. Смотрим, значит, вопрос задавался, значит, для чего дети должны учиться, да, мотивы учебной деятельности. Ну, в принципе, можно выбрать достаточно похожие сходства, да, это вот на небольшое количество процентов разница. 6 и 9 класс я учусь для того, чтобы много знать, допустим, да, вот. И в данном случае мы выбрали сходство, да, и теперь различия. Различия мы выбираем там, где у нас самая большая разница. Ну, вот обратите внимание, допустим, 11 класс, да, и 6. Я учусь, чтобы поступить в ВУЗ и устроиться на работу, да, то есть вот. И теперь дальше мы должны объяснить сходство и различия. Ну, я обычно предлагаю, и, в принципе, это допускается, значит, так и делать, оформлять ответ. Мы оформляем сходство, пишем, да, учащиеся 6 и 9 класса учатся в основном для того, чтобы много знать. Ну, и дальше мы можем написать предположение или объяснение, да, почему это происходит. Вот, ну, наверное, 6 и 9 класс – это все-таки возраст, когда человек в большей степени познает мир. Он встречается с разными, допустим, неизвестными для него событиями, явлениями. Он еще знает достаточно немного, и поэтому он расширяет свой кругозор, расширяет свои знания. У него активно формируется мировоззрение, да, то есть вот 6 и 9 класс. Вот, ну, а и еще в 6 и 9 классе, наверное, дети не задумываются о выборе, хотя 9 уже, конечно, да, ну, вот о поступлении, допустим, в ВУЗ, да, или о выборе профессии. Хотя, хотя, если статистику, ну, мы же ведь берем там какую-то условную, да, страну и какую-то условную ситуацию, условную штуку. Хотя, ну, вот 9-классники, да, многие у нас уходят после 9 класса в профессиональные учебные заведения среднего уровня, да, колледжи, техникумы. И это уже, как бы, идет выбор, да, профессиональной деятельности детей. Ну, в принципе, да, можно так сказать, что вот этот период является периодом активного становления личности, мировоззрения, освоения мира. Еще знаний недостаточно, поэтому вот ученики хотят больше знать. Ну, а 11 класс, да, действительно, мы можем сказать, что это дети, которые уже стоят буквально на ступеньке к взрослому миру, да, им уже вот хочешь, не хочешь, необходимо определиться и с выбором профессии, и с выбором своего жизненного пути. И поэтому, да, многие детки, которые, допустим, в 6-м, 7-м, 8-м, даже в 9-м классе где-то не слишком усердствовали в обучении, да, к 11-му классу они приходят к выводу о том, что нужно приложить усилия для того, чтобы куда-то поступить и более активно заниматься своей образовательной деятельностью, обучением. Вот так. Как корректно оформить задание? Вот ответ. Я вот об этом и говорю. Мы отвечаем сходство, потом можем написать предположение, это будет объяснение, дальше различие, потом можно написать предположение. Будет так. Здесь главное, чтобы эксперту было четко понятно предположение к чему, к сходству или к различию. Можно написать сходство, написать сходство, различие, да, вот различие написать, потом дальше предположение о сходстве пишем, и потом предположение о различии, да. То есть, чтобы четко был построен ответ и было понятно, о чем в данном случае хочет нам написать ученик. Потому что иногда дети сбиваются, у них невозможно увидеть вот последовательность их ответа. И если, допустим, ученик будет сначала писать, сначала напишет сходство, б, различие, да, а потом начнет писать предположение о различии, а затем напишет о сходстве, то в таком случае я считаю, что это не затрудняет работу экспертов, и здесь возможны проблемы, да. Вот, да, вот можно сразу и сходство, и различие, можно сразу и сходство, и предположение, да, я думаю, что так можно, и это будет зачтено, это даже проще, это логичнее. Когда ученик пишет сходство и сразу пишет предположение, возможно, это происходит потому что, да, и описывается. Потом различие написал и пишет, возможно это, или предположение, это происходит так, как, и пошло объяснение, да, то есть вот таким образом. Здесь самое главное, чтобы было четко понятно, к какому, к сходству или к различию относится то или иное предположение. Ну, это понятно. Дальше, тексты. Тексты, которые, вот задания с текстами. Ну, хотела бы обратить ваше внимание на то, что тексты, они, естественно, связаны с содержанием материала, изученным на уроках общества знания, могут поднимать какую-то социально значимую проблему, или это может быть, допустим, фрагмент какого-то нормативно-правового акта, ну, например, часто из семейного кодекса, из гражданского кодекса, из трудового берутся фрагменты, да, вот, дальше. Ну, и, как бы, вот, всегда текст, он, это не просто набор предложений, это смысл определенный, заложенный в этих предложениях, да, и часто в текстах встречается авторская точка зрения. Причем иногда мы можем увидеть в текстах авторское название каких-то событий, явлений, определения, которые дают авторы по-своему. И вот в данном случае задача ученика правильно прочитать текст и найти ответы на поставленные вопросы. Часто бывают в текстах, ну, вот такие предложения, которые очень похожи по смыслу, но в данном случае нужно ориентироваться именно на ключевые слова вопросов. Вот, и я своим детям так и говорю, особенно вот, это вопрос, который 22, мы сейчас к нему подойдем, да, вот на него следует, конечно, обращать внимание. Вот, ну, и вот посмотрите, первое задание по тексту, да, это составление простого плана текста. Обычно, ну, детям говорю так, сколько абзацев в тексте, столько примерно будет и пунктов плана. Ну, иногда бывает, что абзацы коротенькие, и можно объединить два абзаца в один, допустим, да, пункт плана. Главное, чтобы название этого пункта выражало основную мысль автора. Вот, на что я хотела тоже обратить внимание, что здесь, вот смотрите, задание составление простого плана текста. То есть здесь не нужно стараться разбить текст, ну, вот пункт на подпункты, да, этого не требуется. И здесь ученик, наоборот, может сделать ошибку, да, и эта ошибка, она будет учтена как ошибкой, будет снижен балл. Поэтому, вот смотрите, да, если у нас, ну, где-то план наш должен состоять, ну, из четырех, из пяти, ну, может быть, из шести пунктов, если текст у нас достаточно объемный. Иногда бывает, наоборот, очень большой абзац, и бывает трудно его назвать, поэтому можно его как бы разделить на две части. И в данном случае, ну, все нужно смотреть именно по смыслу, да, текста. Формулировки, вот название плана, пункта плана, должно четко раскрывать идею, которая заложена автором. Ну, и, знаете, бывает, ну, дети бывают разные, у кому-то хорошо дается это задание, тем более, что, в принципе, задание на составление плана текста мы используем и при работе на уроках. Мы, допустим, когда с учебником работаем, можно давать детям задание на составление плана пункта параграфа или самого параграфа, да, и так далее. То есть это очень хорошее задание, которое позволяет, ну, как бы, систематизировать и увидеть изучаемый материал в общем, да. Дальше оно будет усложнено в ЕГЭ, и там уже по памяти нужно будет составлять, не по тексту, а по памяти составлять планы, причем этот план уже должен быть сложным, да, вот задание 24. Дальше, опять же, я только что сказала, что под пункты, в принципе, их писать можно, но не нужно, вот я так говорю. Зачем усложнять себе жизнь, да, зачем рисковать с возможными ошибками, поэтому, ну, я считаю, что не надо. Ну, просят составьте простой план, ну, и составляйте простой план. Бывают дети, у которых, у которых, допустим, ну, нет такого навыка составления планов, им сложно заглавить, ну, или бывает такой вот, ну, как бы, вот абзац, вот читаешь его, читаешь, ну, вот что-то не сильно понимаешь, да. То вот я своим, вот, ребятам рекомендую так, что обычно первое предложение в абзаце, оно как раз-таки и выражает основную мысль. Ну, как бы, не всегда это бывает, это совет не для отличников, да, это совет для тех, кто, ну, совсем уже вот в затруднении определенном, да, чаще всего так оно и бывает. Вот, и я думаю, вы, наверное, тоже это заметили. Вот, ну, и, конечно, система оценивания, она не дает вот определенного, сколько должно быть этих пунктов плана. Ну, 2 никак не может быть, 3, как бы, может, но это маловато, да, я считаю, недостаточно. Ну, в целом, вот, 4, 5, ну, может быть, 6, да. Так, хорошо. Ну, и еще план может быть разным по форме, вот, сами наименования пунктов плана, они могут быть выражены и как назывные предложения, то есть, допустим, понятия чего-то, признаки чего-то, да, вот. Вот, и как вопросные предложения в форме вопроса, что мы считаем, там, тем-то, тем, чем-то, да, там, допустим, какими признаками обладает. И, может быть, в форме тезиса короткого, допустим, там, что-то является главным условием чего-то, да, допустим, смотря как у нас, о чем идет речь в данном тексте. Вот, ну, вот, таким образом, ну, можно, конечно, допустим, если четко там видно, там, какие-то признаки называются, да, но, опять же, не обязательно, не нужно. Так, дальше, вот, 22-е задание, второе задание по тексту, это задание репродуктивного уровня. И бывает очень обидно, когда дети не выполняют его и теряют баллы. Поэтому я вот считаю, что нужно обязательно, обязательно четко следить за вопросами и находить, находить вот эти ключевые слова, требования. И вот прям по этим ключевым словам отвечать на поставленные вопросы. Понятно, да? Так, а по сути здесь каких-то трудностей в 22-м задании таких дополнительных нет. Просто, я же говорю, умение видеть вот эти ключевые слова и искать в тексте именно то, что им соответствует. Ну, да, хотела бы отметить, что последнее время на ОГЭ используются достаточно сложные тексты. Особенно по теории права, допустим, да, по политике, да и по социологии бывают замудренные прям такие тексты. Поэтому, которые, ну, скажем, не совсем соответствуют стилю написания школьного учебника. И поэтому многие дети, вот они начинают читать текст, они привыкли читать подробно, ну, хорошо, внимательно и допускают определенные ошибки, либо вообще не понимают, о чем там написано, да. Вот, вот поэтому тренировка, конечно, нужна и не только по учебнику вот составлять план, отвечать на вопросы, а и использовать вот такие вот тексты, которые, ну, может быть, не совсем адаптированы, да, вот к уровню девятиклассников. Двадцать третье задание – это задание, которое проверяет умение иллюстрировать примерами определенные события, явления, которые происходят в общественной жизни, о которых написано в тексте. То есть это выход за рамки, содержание текста. И, в принципе, это задание, оно же у нас переходит и в задание в ЕГЭ, да, то есть это задание девятнадцатое, только здесь нужно у нас приводить два примера обычно чего-то, два примера. А в задании ЕГЭ три примера, но суть умения, которое проверяется, оно одинаковое, да, то есть это умение формулировать пример. Вот здесь наши ребята часто сталкиваются с определенными трудностями. Здесь как раз срабатывает недостаточность кругозора, широты кругозора учеников, невнимание к тем событиям, явлениям, которые происходят в сегодняшней жизни. А я не интересуюсь, новости не смотрю, там, телевизор не смотрю. Ну да, с какой-то стороны, может быть, это и хорошо, что они там сильно не липнут к телевизору, да, но знать об основных событиях, явлениях, конечно, девятиклассник должен, да и не только девятиклассник. И для того, чтобы, и вообще, понимаете, вот это задание, оно формирует умение, которое проверяется этим заданием, оно формируется на протяжении, ну, начиная с начальной школы. Потому что для того, чтобы изучить какое-то теоретическое явление или процесс, нужно, чтобы ребенок увидел его на практике, да, а как это происходит. Потому что вот особенность мышления детей, это вот предметность, да, и только, допустим, более позднему времени формируется вот это логическое мышление. Отсюда, вот для нас, для педагогов такая задача стоит, чтобы при изучении любого материала сопровождать объяснение примерами из жизни, примерами из, допустим, различных сфер общества, из экономики, из политики, из решения каких-то правовых вопросов, да, в жизни и так далее. Вот, поэтому, конечно, вот, да, Татьяна Анатольевна заставила перед каждым уроком общество знания детей смотреть новости. Ну, я считаю, что это правильно. Единственное, что научить ребят, как бы я сказала, фильтровать, да, что ли, вот ту информацию, которую они получают, научить информационной грамотности. То есть увидеть, а кто стоит за тем или иным сообщением, а какая цель ставилась для того, чтобы донести до людей вот ту или иную информацию. Потому что, ну, телевидение нам дает одни новости, но дети не очень-то смотрят, да, телевизор. Они в основном получают вот эти знания откуда? Из интернета, да, из каналов разных, телеграм-каналов, из соцсети. А здесь может быть много информации, которая будет противоречивой по отношению друг к другу, которая может формировать совершенно другие, не очень полезные качества у детей. Может, наоборот, запутать ребят, да, и вот здесь, конечно, правильно подбирать те или иные информационные сюжеты, допустим, да, уметь их интерпретировать, ну, и объяснять. Поэтому, ну, вот в советское время было такое явление, как политинформация, да, и я в свое время была главным политинформатором в классе. Вот, то есть, да, действительно, это полезный очень навык. Так, важно еще, да, да, вот действительно очень важно обсуждать именно, может быть, даже обсуждать еще и с какой точки зрения, где мы в курсе общества знания сталкиваемся с объяснениями данных, вот событий, явлений, да, и вот, то есть, вот таким вот образом. Ну, и еще пример, я всегда учу детей, это должно быть, что для девятого, вот я сейчас говорю, что для девятого класса, что для одиннадцатого класса, он должен быть сформулирован в виде развернутого, распространенного предложения, в котором должно быть подлежащее, сказуемое, ну, какие-то другие члены предложения, да, дополнительные, и в конце концов этот пример, он должен четко отвечать на поставленный вопрос, то есть именно соответствовать, ну, тому заданному вопросу. Ну, потому что, допустим, ну, вот смотрите, ну, я вот сейчас, то, что в голову быстро вот пришло мне, да, допустим, проиллюстрировать примерами полномочия собственника распоряжения своим имуществом, да, и в данном случае, в данном случае пример будет правильный, какой, что Анна Ивановна, собственница, там, квартиры решила, ну, там, подарила квартиру внуку, да, вот, в данном случае это будет правильно. А вот если ученик напишет, внук Анны Ивановны получил в дар квартиру, то в данном случае этот пример, он не будет иллюстрировать правомочия распоряжения, он будет иллюстрировать, что, ну, возможно, способ получения права собственности на данную квартиру, один из способов, а это несколько другая вещь, да, вы понимаете сами. Вот, дальше, вот смотрите, у нас тут социальный контроль в кругу семьи, да, так, и два примера, так, в кругу семьи ближайших, так, приведите, два примера. Ну, вот, допустим, родители проверяют, как сын-школьник выполнил домашнее задание, там, по физике, или там еще какое-то домашнее задание, вот это будет. Родители узнают, как их ребенок проводит время в течение дня, с кем он дружит, кто родители его друзей. Это тоже важно, да, то есть, ну, вот в данном случае примеры, они могут быть зачтены. Ну, вот можно здесь использовать родители, как их ребенок, да, допустим, а можно прям указывать конкретных родителей, там, допустим, супруги, там, Ивановы, допустим, проводят, следят за тем, насколько правильно питается их ребенок, с кем он там, как он соблюдает режим, там, допустим, учебы, да, активности и отдыха, да, и так далее. То есть здесь, как бы, главным является то, что есть тот, кто осуществляет определенный вид деятельности, в данном случае социальный контроль, да, и что контролирует, да, вот, то есть вот таким вот образом. На это следует обратить внимание при формулировании вопросов. Я не буду останавливаться на подобном задании в 11 классе, потому что оно точь-в-точь повторяется, за исключением только количества, да, вот здесь нужно два привести примера, там три. И следующее задание, 24-е задание, ну, так, это я дополнительно вам включила задание, причем с ответом о принципах избирательного процесса выборов, демократических выборов, это вы разберете с учениками, да, так, ну и тенденции в развитии образования тоже посмотрите. Задание 24-е это задание на умение аргументировать мысль автора, либо собственное суждение, то есть нужно выразить согласие или несогласие и аргументировать, либо нужно подтвердить мысль автора, то есть могут быть разные конструкции. Опять же, это задание, это задание совпадает с заданием 20 на ЕГЭ и тоже является достаточно сложным. Ну, смотрите, если в задании 23-м или в задании 19-м на ЕГЭ здесь нужно обратиться к своему эмпирическому уровню, то есть подтвердить вот на примерах, на практике, да, то задание 24-е аргументация должна осуществляться на чем? На теоретическом уровне. То есть здесь нужно применять свои знания по обществознанию, значит, допустим, обращаясь к чему? К знаниях о причинах какого-то явления, да, о функциях чаще всего, о значении, допустим, и так далее, об особенностях, вот. И при этом, конечно, вот это обоснование, оно должно быть четким, и в нем четко должны прослеживаться аргументы. Ну, в данном случае здесь тоже требуется два аргумента, да, вот. Значит, для чего, да, вот два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу необходим социальный контроль. Ну, вот, можно сказать, что почему нужен контроль? Для того, чтобы требовать и контролировать исполнение социальных норм, которые приняты в обществе, да, потому что в любом обществе есть эти нормы, и всегда будут те, кто будет их стараться нарушить. Это, ну, так устроена наша жизнь. Не бывает обществ, в которых нет нарушителей. Если есть нормы, значит, есть и те, кто их нарушает. Поэтому вот контроль необходим для, социальный контроль, необходим для того, чтобы отслеживать, как соблюдаются те или иные социальные нормы. Вот. Дальше. Для чего нужен? Ну, вот еще тут для того, чтобы сделать поведение людей, допустим, предсказуемым в той или иной ситуации. Дальше. Для того, чтобы обеспечить стабильность, то есть здесь могут быть разные, здесь могут быть разные ответы, аргументы, перечень неисчерпывающий. Но при этом, вот, мы должны знать, ученики, вернее, должны знать, что функции социального контроля, вот функции социального контроля, они и будут в данном случае аргументами, для чего он нужен в любом обществе, да, вот. Поэтому в данном случае нужно опираться, конечно, на задания, вернее, на теоретические знания. Ну, а дальше мы переходим к ЕГЭ. Да? Да, если нет вопросов, да, то переходим к ЕГЭ, потому что у нас был запрос еще и на сложные задания ЕГЭ, в частности, у нас был запрос на составное задание ЕГЭ. Ну, я постараюсь разобрать кратко все вопросы, которые требуют развернутого ответа. Если кому-то недостаточно будет информации именно по составному заданию, мы буквально вот недавно проводили вебинар, вы можете в архиве посмотреть, скачать запись и посмотреть, там прям много заданий я приводила разных. Ну, сегодня я тоже, конечно, уделю этому заданию внимание. Да. На данном этапе для повторения. Ну, вот смотрите, я считаю, что нужно два пособия. Тематический тренинг и варианты. 30 вариантов. Тематический тренинг, он позволяет, во-первых, там есть теория, которую можно повторить, но у меня его с собой нет просто сейчас. Нет, у меня нет с собой книжки, но есть, я вам покажу, вот сейчас будут у нас там комплекс пособий, я вам покажу. Так, значит, тематический тренинг, там теория, там задания из первой части и там задания из второй части. В принципе, все типы заданий там рассмотрены. И для ОГЭ, и для ЕГЭ у нас есть эти книги. В тематическом тренинге ЕГЭ мы включили задания из прошлых лет. И вот иногда нам поступают такие, значит, недовольные такие отзывы о том, что вот устаревшее задание содержится. Я объясню. Эти задания какие именно? Это задания, значит, с графиками, там, где нужно выбрать факторы спроса или предложения. И они для чего нужны? Они имеют методическое значение. То есть, когда ученик их прорешивает и выбирает из общего списка факторы спроса или факторы предложения, он, во-первых, что, запоминает их, формулировку именно вот этих факторов спроса и предложения. И потом, когда он будет выполнять задание 21, где нужно назвать фактор, а там ведь, посмотрите, вот вторая часть 21 задания, ну, дойдем, она состоит из двух частей. Нужно назвать фактор и объяснить, как он оказывает влияние на состояние спроса или предложения на данном рынке. И вот часто дети не могут правильно назвать этот фактор. Вот задания, которые являются на выбор ответа, которые уже ушли, это раньше было 10 задание, они очень хорошо помогают детям запоминать название вот этих факторов. Ну и вообще видеть сам график, понимать график. Это более простой график. А потом уже у нас в 21 там уже используется и равновесная цена. Опять же, вот эта книжечка, задания с графиками, диаграммами, в ней вы найдете очень много интересных заданий, самых всевозможных, которые вообще есть и которые могут быть вообще, допустим. Работу с понятиями, да, вы имели в виду, Дмитрий Анатольевич, посмотрите наш вебинар. Я сейчас просто времени у нас не сильно много, да. Я, во-первых, у меня дети ведут словари, записывают термины. Именно записывают от руки, потому что что написано рукой, да, уже оно и в голове задерживается более серьезно, чем, допустим, если просто прочитает напечатанный текст. Во-вторых, мы сейчас делаем, что мы не просто заучиваем значение, ну, вот этих понятий, формулировки, а мы сразу пытаемся выделять вот эти три главных признака понятия. Ну, вот сейчас мы дойдем до этого. Так, да, приступаем. Значит, я не буду останавливаться, это вы можете для интереса посмотреть результаты того, как происходит у нас ЕГЭ каждый год. Я вот собираю статистику, да, и вот основные проблемные задания. Ну, как правило, задания с развернутым ответом, они достаточно проблематичны. Особенно, особенно это задание вот девятнадцатое, задание двадцатое, дальше это задание двадцать четвертое и двадцать пятое, да, то есть вот мы сегодня о них будем говорить. Но при этом, конечно, я не исключаю возможностей, трудностей с заданием по Конституции. А задание вот, которое с графиком, мы с вами сейчас посмотрим, и если дети четко будут знать алгоритм, да, то здесь как бы не должно вызвать определенных трудностей, да. Вот, задание-задача, замечательное задание, которое дает четыре первичных балла, и где мало писанины, где нужно четко, конкретно отвечать, тоже в данном случае необходимо знание теории общества знания. Потому что нужно назвать типы общества, типы экономических систем, виды мобильности, допустим, да, дальше что там еще там, типы политических партий по какому-то типу, по какому-то определенному критерию классификации. А это все, конечно, теория, да, и также, опять же, умение читать задания, не додумывать для себя там непонятно что, когда спрашивают, четко указывают виды доходов, да, допустим, семьи, ну, писали, что семья с детьми, да, и ученики тут начинают придумывать, что материнский капитал получили, раз есть дети, да, и какие-то пособия, об этом задании ничего не сказано. Поэтому вот четко читаем задания и решаем. Вот, так, дальше, значит, смотрим. Ну, вот эти книги, о которых я говорила, да, вот посмотрите, обратите внимание, это тематический тренинг и задание 30 вариантов. Наверное, не надо, вот тематический тренинг и задание 30 вариантов. Это основные книги. Опять же, есть теория, необходимая для того, чтобы сдать ЕГЭ по кодификаторам, но она размещена в таком, скажем, вернее, она составлена в таком краткоконспективном форме. Таблицы есть, схемы есть, все необходимое. Конечно, если требуются более развернутые положения для учеников, которые хотят получить более высокие результаты, или наоборот, те, у кого знаний вообще никаких нет, и нужно как-то их... Я бы рекомендовала «Большой справочник» по обществознанию. Это книга, которая включила в себя материал всего курса обществознания, начиная с самого начала изучения. Потому что, как правило, ну что, дети учебники сдают, да, из года в год. Тетрадочки, бывает, теряются. В интернете, конечно, можно все найти, но не всегда это полезно. Дальше. Есть задания, которые посвящены... Да, вот есть у нас еще задания, которые посвящены разным вопросам, да. Ну, во-первых, здесь и задания с нормативными документами, да, это вот как раз-таки по рекомендованному перечню от ФИПИ. Это книжечка, работа, составное задание, задание составное, вот она вышла, эта книжка. Это задание, в котором объясняется, как правильно составить план, сложный план, задание 24-е, и упражнения даются, и задание 25-е. То есть эта книга посвящена двум заданиям, 24-25, вот этому составному заданию. Причем в этом году ФИПИшные сборники вышли без ответов, да, а мы постарались, сделали возможные ответы, учитывая те требования, которые предъявляются для ответов. То есть наличие функциональных, наличие причинно-следственных связей при обосновании. Ну, ладно, приступим. Да, и есть у нас еще задание, работа с текстами, есть у нас задание высокого уровня сложности, книга, которая, ну, из прошлого года, вот, но она тоже очень полезна. Есть много проблемных таких хороших заданий, которые могут стать основой для начала обсуждения темы урока, то есть для того, чтобы актуализировать знания учеников. Ну, и начать изучение темы. Так, да, словарик по терминам. На прошлых семинарах вы говорили о книге «Словарик по терминам». Нет, я, вы знаете, мы говорили о том, что, возможно, мы выпустим на следующий год, да, вот эту, но, может, это даже будет не отдельная книга, это будет, скорее всего, раздел, раздел в тематическом тренинге, там, по каждому разделу, да, по экономике, по политике, по праву. Мы просто будем рассматривать, да, вот эти понятия и, возможно, процесс определения основных признаков этих понятий. То есть, да, то есть планируем так. Да, спасибо, спасибо, Татьяна Анатольевна, за хорошие отзывы. Да, и Сюзанна Эмильевна тоже. Огромное вам спасибо. Да, значит, вот обратите, пожалуйста, внимание, я все время размещаю вот эти нормативно-правовые акты, раскрывающие отдельные аспекты тем кодификатора. Размещены на сайте ФИПИ, они, эти нормативно-правовые акты. А мы же составили, у нас есть книжечка «Работа с нормативными документами» 10-11 класс. Тоже очень хорошо можно использовать эту книгу для прохождения раздела «Право», во-первых. Дальше, для тех, у кого есть отдельно право в качестве профильного предмета, да, тоже очень хорошо. Здесь все фрагменты нормативно-правовых актов, чтобы их не искать где-то в интернете, там, да, и Конституция, и Гражданский кодекс, и Уголовный, и Трудовой, то есть вот все, что необходимо детям знать, да, и, соответственно, задания для того, чтобы отработать, для того, чтобы хорошо сохранить в памяти те или иные положения вот этих нормативных актов. Для подготовки к Олимпиадам по праву тоже очень хорошо поможет вам организовать эту деятельность. Это вот для справки материал. Дальше. Ну, я тоже вот из своего опыта, и потом я это увидела в методических рекомендациях у Лесковой, но, в принципе, это достаточно такой, ну, оправданный логический ход, да, когда мы работаем с различными нормативными документами, то можно использовать вот такое задание в виде таблицы, да. Смотрите, ну, вот по группам прав, допустим, да, группы прав личные, социально-экономические, я иногда даже дроблю, делаю социальные права и экономические права, вот, и содержание статей, кратко. Это необходимо для чего? Чтобы потом ученик мог выполнять задание 23 по Конституции, да. Причем, вот в формулировке задания сказано о том, что не требуется запоминание номеров статей, не требуется наизусть знание формулировок статей Конституции. Но в то же время, в то же время считается, что ответ, он должен быть приближен к формулировкам Конституции. То есть это не должен быть переход на эмпирический уровень, то есть когда мы иллюстрируем примерами то или иное положение Конституции. Ну, например, если, допустим, в Конституции сказано, что граждане имеют право на пользование, там, чем там, достижениями культуры, да, а ребенок пишет, что граждане имеют право ходить в кинотеатры, посещать театры, музыкальные школы, там, и так, концерты, и так далее, библиотеки. В данном случае такой ответ не будет зачтен. Поэтому нужно ориентировать детей на знание, понимание, такое, скажем, ну, более близкое к формулировкам Конституции. Отсюда, конечно, Конституция является настольной книгой нашей, да, ну, а наша вот эта книжечка «Работа с нормативными документами», она позволит не только с Конституцией, но и с другими нормативными источниками. Вот, ну, и здесь вот тоже можно, смотрите, задания 23, они бывают формулируются там о том, что, допустим, созданы все условия для, допустим, актуализации, для самореализации человека, допустим, в экономической сфере или в политической сфере и так далее. Так, существует такая лексика, что при апелляции ссылка на ваши работы не принимается. Ну, вот то, о чем я сейчас говорю, что должно быть что? Должно быть именно близкое к содержанию, к тексту Конституции высказывания, суждения. Так, дальше, теперь посмотрите, ну, и другие, можно так по видам потребностей, допустим, сделать таблицу. Вот, естественные, социальные, духовные и так далее. Вот эти две книги, которые являются основными, в которых есть ответы на все вопросы, и на 18-й, и на 25-й и так далее. Так, теперь дальше, смотрите, ну, вот это как раз я 17-е задание опустила, потому что оно, опять же, такое же, как и 22-е в ОГЭ. То есть там нужно найти в тексте ответы на те или иные вопросы. Опять же, залог успешного выполнения задания, внимательное чтение, выделение ключевых слов и четкое следование именно заданным вопросом. Просят укажите три названных автором там чего-то, значит, нужно указать три названных автором. Нет, больше можно, ну, зачем, зачем, если это вы из текста выделяете, выписываете, вы точно видите, что там автор указывает. Укажите три и не делайте какую-то бессмысленную работу, да. Вот, дальше, и еще, вот это задание 17-е, оно строго по тексту, то есть ничего придумывать, додумывать, какие-то свои давать мысли не нужно. Это задание репродуктивного уровня на умение находить в тексте определенную информацию. Поэтому четко, по порядку и отвечая на поставленные вопросы. Задание 18-е. 18-е задание, это вот задание новое в этом году вышло, да, и мы тоже проводили вебинар по 18-му заданию, можете вот посмотреть в архиве, да, там мы отдельно его разбирали. Ну, что здесь главное? Главное то, что нужно указать три, ну, в некоторых случаях, пишут в демоверсии, может быть, и два, да, если всего два этих признака, да. Ну, это не в демоверсии, это в методических рекомендациях у Лесковой. Например, она говорит, что субъект гражданского права, да, и у него два признака – правоспособность, идеоспособность. Ну, есть еще один признак – делиттоспособность, ну, как бы его не часто упоминают в учебниках, поэтому она пишет, что достаточно указать два признака, да, но об этом будет написано четко в задании. Вот укажите в данном случае не менее трех основных признаков понятия глобализация. Ну, вот, уважаемые коллеги, глобализация, да, давайте мы с вами сейчас быстренько набросаем. Для этого мы должны вспомнить, что определение, что такое глобализация. Опять же, в наших пособиях, в тематическом тренинге, в карманном справочнике, вот в этом малюсеньком, в чем еще? Карманный справочник, вот, обратите внимание. Еще, да, я думаю, вы видели и знаете, да, это пособие. В большом справочнике, в тематическом тренинге, в таблицах, схемах есть определение. Ну, вот, что такое глобализация, да, это процесс интеграции стран и народов во всех сферах общества, который характеризуется чем? Усилением связи и зависимости людей друг от друга. Вот, вот, смотрите, получается, уже в самом определении у нас есть эти три признака. Какие мы выделим признаки? Ну-ка, давайте поработаем немножко, коллеги. Напишите, пожалуйста, в чат, какие признаки мы выделяем глобализации. Что это что? Мировой, да, процесс интеграции. Дальше, что это что? Усиление связей, да, между разными во всех сферах общества. Ну, и усиление взаимозависимости. Можно здесь написать обострение глобальных проблем современности, да, вот, да, политическо-культурное объединение, стандартизация, усиление. Так, хорошо, хорошо. То есть, ну, вот, я ответ вам здесь показываю, да, потому что, чтобы не тратить время, ну, конечно, очень бы хотелось бы, чтобы вы поактивнее работали. Интеграция государств и народов, усиление взаимозависимости, межнациональное разделение труда, сокращение временных пространственных масштабов, допустим, может быть здесь что еще, вот, обострение глобальных проблем современности и так далее. Вот, так, но, вот, обратите внимание, если вы почитаете демоверсию, там дается признаки нормы права, да, и там говорится о том, вот, это вот фраза, на которую не всегда мы обращаем внимание. Вот, смотрите, данный элемент ответа засчитывается только при указании в данной или близкой по смыслу формулировки трех или более признаков, в том числе из приведенного перечня при отсутствии неверных. Вот, смотрите, могут быть приведены другие признаки при обязательном указании первых двух признаков из перечня, то есть есть признаки, которые являются определяющими. Ну, если речь идет о норме права, то мы знаем, что это, что это такое, это установление или установленное или санкционированное государством, да, правило поведения, да, что оно обеспечивается силой принуждения, то, что носит общеобязательный характер, да, вот указано, да. Но есть еще признак права, допустим, формальная определенность, да, право, в данном случае вот к первым двум она не относится, хотя, хотя, ну, если вот по существу, то, да, это признак, который определяет тоже норму права, а не какую-то другую социальную норму, допустим, норму морали, обычаи, традиции, да, они не формализованы, да, вот, поэтому, конечно, здесь вот определенные трудности, могут наступать, в чем и быть, в том, что нужно выделить главные признаки того или иного понятия. Вот, это во-первых. Вот, потом еще, смотрите, вторая часть, да, и вот это все, вот это все, то, что достаточно трудно выделить признаки понятия, оценивается одним баллом. То есть, если ученик допускает малейшую неточность, либо выбирает не два главных признака, а какие-то другие указывает, то в таком случае он этого одного балла не получает. То есть, достаточно сложная, и я думаю, что вот в этом году у многих детей будут здесь стоять нули, вот честно вам скажу. Вот, дальше смотрим. И вторая часть 18-го задания, она заключается в установлении связи между данным понятием и другим каким-то понятием, раскрытым автором или названным автором. Ну, вот я сейчас вернусь. Как у нас тут было? Да, объясните связь явления, названного автором, существенной глобальной проблемой с глобализацией. Ну, там в тексте говорилось о терроризме, как глобальной проблеме существенной назывался терроризм. То есть, ученик должен увидеть, что да, это существенная глобальная проблема, именно терроризм, а не назвать свою какую-то, допустим, экологическую проблему или другую. То есть, здесь идет задача обратиться к тексту. Да, вот, то есть, вот мы определили связь чего? Терроризма с глобализацией. Ну, и приблизительно, что тут можно, что? Опять же, мы знаем, что это глобальная проблема, да. Почему? Потому что затрагивает существование всего мира, вызывает опасность для всех людей планеты. От террористических актов у нас не застрахованы ни развитые страны, ни страны третьего мира, да, и так далее. Поэтому, ну, вот можно написать так, условия глобализации терроризм приобрел международный глобальный характер. Значит, используется для осуществления стран, для осуществления террористических актов деньги международного капитала, может осуществляться через интернет, да, интернет может даже еще способствовать развитию вот этого террористических этих организаций, разных распространений их идей, ну, и так далее. Вот ответ здесь, в принципе, есть. Так, дальше, смотрите, вот это я взяла из методических рекомендаций Лисковой по тем понятиям, на которые следует обратить внимание. Ну, вот, как бы, перечня исчерпывающего нет, и ДРЭ, видите, в конце стоит, но, тем не менее, по крайней мере, вот основные, основные термины, на которые следует указать. Причины возникновения уместно указать, но здесь вот нужно связать с глобализацией, можно сказать, что проявления глобализации часто вызывают причины террористических актов. Например, допустим, разрыв, ну, вот эти глобальные проблемы, разрыв в уровнях развития, да, стран, развитых и стран третьего мира, влечет за собой появление чего? Ну, каких-то, допустим, явлений, связанных с пиратством, допустим, если мы вспомним государство Сомали, да, в котором нет своей экономики практически, да, они живут за счет этого. Дальше, часть людей, не имея возможности трудоустроиться, могут войти в состав экстремистских организаций именно с целью заработать деньги на существование своих семей, допустим, да, вот. Или, допустим, можно связать неравноценный обмен, да, в экономике, ну, то есть здесь нужно подумать, да, и вот как раз обоснование, оно и должно быть либо на основе причин наследственных связей, то есть что-то является причиной, что-то следствием, либо связи, как сказать, усиления, да, допустим, какого-то социального явления, вот, либо связь какая? Функциональная, то есть когда определенный социальный институт, выполняя свои определенные функции, вызывает к жизни какие-то явления или процессы. Ну, вот это вот то, что вы можете увидеть, опять эти книги. Задание 21. Это задание достаточно просто детьми выполняется, но для того, чтобы получить все три балла за это задание, нужно хорошо вот как раз-таки ответить на вопрос, вопрос, что могло вызвать изменение спроса, и укажите любое одно обстоятельство, вот фактор, и дальше, и объясните его влияние на спрос. То есть вот эта вторая часть, вот она, я его выделяю, да, второй вопрос, он состоит из двух вопросов. То есть нужно назвать любое одно обстоятельство, фактор, и нужно что? Объяснить, объяснить. Причем нужно еще и обратить внимание, что это должно быть в соответствии с тем рынком, о котором идет речь в задании. То есть в данном случае рынок горнолыжного снаряжения. То есть, да, вот, поэтому здесь дети должны четко вот представить вот эту вторую часть задания. Значит, вопросы изменения равновесной цены вслед за изменением спроса или предложения на рынке, да, они как бы решаются, во-первых, возможностью видеть и понимать график, умением, возможно, значит, представить себе ту или иную ситуацию, да. Ну и есть такой до автоматизма доведенное такое вот высказывание, я всегда детям говорю, равновесная цена следует за спросом против предложения. Все, запомните, пожалуйста, вот эту фразу. За спросом, то есть спрос увеличивается и цена увеличивается. Не надо даже мудрить там какие-то объяснения придумывать. Конечно, хорошо, когда есть время, да, и начертить, и разобрать. Ну вот, если спрос увеличивается, цена увеличивается. Спрос уменьшается, цена равновесная понижается. И дальше, наоборот, против предложения. А вот предложение здесь как раз таки, если предложение повышается, товар на рынке становится в избытке, поэтому что равновесная цена снижается. И наоборот, если предложение у нас сокращается, товара может возникнуть дефицит товара, и тогда равновесная цена будет повышаться. Ну, как бы вот эти все объяснения можно опустить, а можно просто заучить вот эту фразу. «Равновесная цена следует за спросом против предложения». Вот. Ну и еще на что хотела бы обратить внимание, вот те задания, которые некоторые считают устаревшими, они как раз помогут правильно указать вот этот любой фактор, что требуется в задании, да, а потом уже объяснить самостоятельно. Вот. Ну и еще на что хотела обратить внимание, что здесь в данном случае есть у нас товары эластичного спроса и товары неэластичного спроса, да. И вот на это тоже следует обращать внимание, когда мы указываем фактор. То есть если бы, допустим, в задании был бы спрос на картофель отечественного производства, лук, там что там еще, морковь, да, простые продукты питания, крупы, допустим, то в таком случае, ну особенно картофель, да, значит, здесь наоборот получается, наоборот, будет рост потребления картофеля, он будет связан с чем? Со снижением доходов потребителей, да. То есть когда у людей нет денег, они будут меньше покупать белковой продукции дорогостоящей, мяса, рыбы, а больше будут есть картофеля, макарон, да, и каких-то круп. Вот. И в данном случае об этом говорил еще Ленин в 19 веке, да, он говорил, что чем беднее население, тем больше оно ест картофеля. Ну, хотя мы можем сказать, что картофель является любимым продуктом питания у нас в стране. И некоторые без пюрешки картофельные не ему представляют себе обеда. Вот. Но, тем не менее, мы должны помнить, что картофель – это товар какого-то неэластичного спроса, да. Вот. Поэтому спрос на него не изменится, даже если он подорожает, его все равно будут покупать, да. И таким образом, наоборот, он будет как товар-заменитель для более дорогих и, скажем, товаров более высокого класса, что ли. Вот. Так, дальше. Задание 22-е. Задание-задача. Я ее вам оставляю, вы ее решите вместе со своими детьми, потому что здесь ничего такого сложного, но здесь нужно… Вот смотрите, назовите, да, как называется вид социальных норм, о котором говорится в задании. В задании говорится о чем? Об обычаях и традициях. Обычай дарить сладости, да. Вот. То есть, это будет обычай. Дальше. Назовите организационно… То есть, здесь нельзя назвать, допустим, там, что норма права, да, четко нужно представлять, или норма этикета, нужно представлять себе, что это обычай. Дальше. Назовите организационно-правовую форму предприятия «Улыбка», а здесь по признакам наличия ценной бумаги, свободно передаваемой на фондовом рынке. И нужно дать, получается, полное наименование. То есть, здесь, конечно, будет идти об акционерном обществе, и не просто акционерном, а каком? Публичном акционерном обществе, да. Вот. Какой путь экономического роста здесь должны знать? Интенсивный и экстенсивный. То есть, нужно обладать терминологией, владеть терминологией. Так. Дальше. Вот в таблицах схемах, карманный справочник, о котором я говорила. Задание по Конституции. Ну, Конституция давно стала настольной книгой у нас, да. Ну, к тому же, она помогает в принципе, в принципе, можно любую тему по обществознанию начинать изучать, найдя в Конституции то или иное положение, регулирующее данный вид отношений. Почему? Потому что Конституция универсальный источник права, и в нем можно найти все. Это основополагающий документ. Отдельно по Конституции мы проводили тоже вебинары. Кому интересно, можете посмотреть. Все это у нас есть в нашем архиве. Так. Пропускаю. Небольшой справочник. Вот задание 24-е. Задание на составление. Это получается вот часть составного задания. По смыслу связаны между собой. Ну, обычно задание так начинается такой фразой. Вам предстоит подготовить доклад по такой-то теме. Вот потом дальше идет 24-е задание. Составьте план. Сложный план. Ну, вот политические партии. Это у нас было в демоверсии. В демоверсии, да. Вот. Затем, смотрите, что следует. Нужно обязательно, очень внимательно прочитать тему, по которой должен быть составлен план. Они могут быть достаточно простые. Ну, вот, например, политические партии. Да. Это вот простая тема. А вот посмотрите, допустим, план. Семья как важнейший социальный институт. То есть в данном случае мы должны раскрыть, что социальный институт. Вот посмотрите, я вот рекомендации вам сюда к общим признакам социального института относятся. Набор социальных ролей, устойчивые модели поведения, нормы, базовые ценности, символика. Ну, и, конечно, социальный институт, он создан для чего? Для того, чтобы выполнять важные функции в обществе. Поэтому вопрос о функциях семьи должен быть в первую очередь. Ну, и еще следует связь вот с обществом, тенденции в развитии семьи. То есть вот здесь должны обязательно присутствовать. Вот. Ну, и вот посмотрим, допустим, смотрите, вот такой вот план может быть, допустим. Мы обращаем внимание на то, что семья – это важный социальный институт. Возможен вариант, когда семья будет рассматриваться как малая социальная группа. И это тоже здесь нужно тогда признаки чего? Малой социальной группы подводить под семью. Ну, а функции, конечно, да, классификацию – это можно будет в любом случае указывать. Вот. Дальше. Вот такой вот план я тоже сейчас долго не будем рассматривать. Просто человек на рынке труда. То есть здесь получается человек как субъект трудовых правоотношений. И участник рынка труда. Государство как центральный институт политической системы. Было просто государство, форма государства. Да, это одно. Или как, допустим, у нас на экзамене как-то год была форма государства Российской Федерации. И многие дети, они не глядели вот это то, что нужно именно в отношении Российской Федерации разбирать, а просто рассматривали форму государства. Ну, естественно, не получили баллов, получили ноль, потому что здесь все нужно было, все элементы формы государства рассматривать по отношению к Российской Федерации. Используя знания Конституции, конечно. Вот. Ну и вот задание 25. Посмотрите, в прошлом году оно у нас уже было, да, и там можно было обосновать все. Не указывалось, что должно быть на теоретическое обоснование. И можно было обосновать одним предложением или несколькими. Сейчас у нас, смотрите, добавили, что, во-первых, смотрите, значит, конкретизированы требования к качеству обоснования. Оно должно быть дано с опорой на обществоведческие знания, то есть теоретическое, как в 20-м задании к тексту и как в 24-м задании к тексту ОГЭ. Раскрывать нужно, что причинно-следственные, функциональные связи дальше в нескольких связанных между собой распространенных предложениях. То есть это обоснование, ну, можно сказать, как почти, что как в мини-сочинении должно быть. То есть, вот опять, бывает достаточно сложно детям составлять вот это обоснование, ну, обычно, как говорится, значение чего-то для развития демократического общества. Или значение правового регулирования, допустим, собственности, или значение правового регулирования семьи, или значение помощи семьи, да. Вот я всегда детям говорю так, начинайте с конца. То есть раскрывайте сначала, что семья, допустим, является важнейшим социальным институтом. Она занимается социализацией, воспитанием детей, и от того, насколько она, ну, существует ее уровень жизни, ее благополучие в правовом смысле, зависит, что возможность выполнения семьей ее функций, что необходимо для общества. А дальше мы обращаемся, почему, допустим, семью надо именно нормами права, недостаточно норм морали или там обычаев, традиций. Да потому что право обладает верховенством, а нормы права гарантированы государством, и это позволит в большей степени, да, защитить право семьи, поддержать семью на высшем уровне государства. Ну, то есть вот мы начинаем обычно, или там, допустим, роль там чего, плюрализма, да, допустим, в демократическом обществе. Опять мы начинаем демократическое общество, и это такое общество, в котором, там, допустим, граждане равноправны, в котором там народ является источником суверенитета, там, тра-та-та. Да, да, и дальше мы объясняем и выходим на то, что демократия предполагает возможность выбора, да, человеком, ну, соответствующих его интересам политических каких-то движений партии для того, чтобы защищать свои интересы, да, и реализовывать свое право на осуществление власти. Да, и потом мы говорим о том, что политический плюрализм, он как раз-таки представляет собой, что равноправное существование, взаимное существование разнообразных политических течений, идеологий и так далее. То есть вот для того, чтобы начинать формулировать определение, вот это обоснование, нужно за что-то зацепиться. А зацепляемся мы, опять же, на основе своих знаний о характеристике того или иного государства, о характеристике, допустим, норм правовых, там, отличающих, допустим, их от других норм и так далее. То есть вот обратите, пожалуйста, внимание на это. То есть когда правовое регулирование, сразу мы признаки права вспоминаем. Когда, допустим, идет речь о демократии, там, мы характеристику демократического, да, государства, политического режима. Дальше, когда, допустим, там о семье, мы функции семьи, конечно, вспоминаем ее роль в обществе и тогда говорим, да, вот это вот настолько важно. И так далее. Вот. Дальше, смотрите. Дальше у нас идут привидения. Назовите, да, ну, сейчас вот я, допустим, возьму. Обоснуйте необходимость диверсификации. Дальше. Какие крупнейшие экономические компании действуют в современной России? Вот на этот второй вопрос я тоже хотела бы обратить ваше внимание. Здесь идет обращение. Вот четко читаем. Бывает так, что требуют именно те компании, которые есть в России. Именно те политические партии, которые есть в современной России. Вот. И дальше, смотрите. То есть мы называем, и здесь очень важно правильно назвать те или иные политические партии. Ну, например, сейчас, допустим, у нас справедливая Россия за правду, да, называется, пишется через тире, да, и это, на это следует обратить внимание, не просто справедливая Россия, да. Вот. Есть еще одна, допустим, парламентская партия, новые люди, допустим, да. Вот. Опять же. И дальше, смотрите. Пример, иллюстрирующий тот или иной вид экономического роста. Ну, или какую-то функцию, допустим, той политической партии, которая существует. Ну, вот ответ я вам здесь тоже представила. Да, почитайте, посмотрите. То есть, смотрите, должно быть четко обоснование. Дальше. Ответ на вопрос, где мы называем три чего-то, да. И дальше, третье, это идет что? Приведение примеров. И здесь тоже нужно вот обратить внимание очень хорошо на что. Допустим, вот в ЕГЭ в прошлом году было тоже, нужно было привести примеры юридической ответственности и указать, как, нет, там были примеры, не помню чего, что-то, но что нужно было указать, как это влияет на общество в целом. Вот в этом примере, да. То есть, или, допустим, ну пусть примеры юридической ответственности разного вида, и как это влияет на правопорядок общества в целом, да. Вот, то есть, и многие дети, они примеры приводили, а как влияет на правопорядок, вот это они не дочитали, не доделали и потеряли, естественно, свои баллы. Поэтому, ну, здесь, конечно, речь идет, потому что у нас здесь все про экономику идет, диверсифицировать. Конечно, конечно, экономические компании, да. И рост нужно указать экономический, инстенсивный и экстенсивный, допустим, там, компания, там, ну вот здесь вот приводится, да. И причем определить, да, какой рост в данном случае иллюстрируется примером. Вот, еще есть задание, вы можете с детками выполнить. Опять обращаю ваше внимание, что и в тематическом тренинге нашем, и в 30 вариантах содержатся ответы с обоснованиями на наши вопросы. Ну, а книга «Составное задание», вот здесь как раз-таки она вся посвящена, она как раз посвящена вся вот этому 24-25 заданию, и здесь есть еще упражнения по составлению сложного плана. Тоже очень существенные, детям очень хорошо помогают. Поэтому, вот, обратите внимание, коллеги, вот, самое трудное задание, 24-25, вот это составное, но с этой книжечкой, я думаю, детям поможет подготовиться и выполнить его на высоком достаточно уровне. Вот, так, стрелочку уберите, мешая чтению. Хорошо, убираю. Значит, ну и хотелось бы вот обратить внимание еще вот на что. Конечно, надо правильно оформлять ответы, по порядочку записывать ответы на вопросы, вот как задаются вопросы, так и писать ответы. Скажите детям, что не нужно делать кашу и перемешивать, вот все писать в один, как бы, абзац, да. Пожалуйста, пусть они выделяют, структурируют ответы на вопросы. Каждый ответ на каждый вопрос, начинать сначала с новой строчки, выделять, либо, ну, может быть, там, дефис, допустим, ставить, или какой-то значок, либо АБВ, да, ну, то есть, вот, для того, чтобы четко было видно, на какой вопрос они отвечают. Потому что часто бывает, вот, как перепутают все, и такая каша, что эксперт вот сидит и думает, на какой вопрос это было отвечено. По идее, эксперт смотрит и по порядочку оценивает. Поэтому, пожалуйста, четко-четко оформлять. Ну, и вот еще такое правило, что если ученик, допустим, в своих ответах допускает какие-то неточности, и тем более они будут в лишних ответах, допустим, ну, попросили назвать три, он назвал четыре, и четвертое неправильно, но три правильно. Вот раньше мы оценивали это, засчитывали как ответ. Сейчас ученик будет, получит минус один балл за ошибку. То есть любое, даже если у него три правильных, но один неправильно указан, допустим, да, какое-то, ну, какое-то положение, то он будет получать снижение балла на один балл. А если два, две неточности, три правильно, два неправильно, то вообще будет ноль баллов по этому заданию. Поэтому лучше без лишних вот этих фраз. Ну, и, конечно, уважаемые коллеги, я думаю, что наши пособия помогут вам в подготовке детей к экзамену и к ОГЭ, и к ЕГЭ. Мы постарались сделать так, чтобы задания были разнообразными, чтобы не повторялись из одного варианта в другой. Честно говоря, я просматриваю и работаю с пособиями других издательств. И иногда вот просто диву даешься, когда вот одно и то же задание, оно переходит из одного варианта в другой и встречается в 30 вариантах 5, 6, 7 раз одно и то же задание. Мы, конечно, стараемся делать так, чтобы задания были разнообразными, интересными, чтобы это было не натаскивание, вот когда 20 раз одно и то же повторяется, а чтобы это именно было вот осмысленное изучение, да, и по абсолютно разным вопросам. Да, вот книги для подготовки к ОГЭ по обществу знанию, это тематический тренинг, 30 вариантов, таблицы, схемы, большой справочник, графики, диаграммы. Все это вы можете заказать на нашем сайте, либо посмотреть в книжных магазинах, да, по месту у вас. Подготовка по истории, книги ЕГЭ и ОГЭ есть, для подготовки к ВПР по обществу знанию, вот, но у нас есть еще и для подготовки к ВПР по истории. Хотела вам показать книжечку, которая новинка, которая вот вышла совсем недавно. Я думаю, что классные руководители, вы многие являетесь классными руководителями, оценят, и родители оценят эти книжечки. Почему? Потому, для подготовки к ВПР в пятом классе, потому что это книга комплексного такого характера. Она включает в себя 4 варианта по математике, 4 варианта по русскому языку, 4 варианта по истории, 4 варианта по биологии. То есть, вам, вашим родителям не нужно будет покупать по каждому предмету книги, а вот одну купили и занимаются, готовятся в течение года. Вот с сентября уже можно прям начинать готовиться, да, во-первых, а во-вторых, может быть, и сейчас еще пригодится для того, чтобы, я знаю, что ВПР вот уже не за горами, вот уже они начались, да, потихонечку, но для того, чтобы вот дети имели представление о работе ВПР, для того, чтобы для них это не было стрессом каким-то, я думаю, что вот это самый подходящий вариант, когда вот в одной книжечке есть все и, естественно, намного меньше затраты родителей на подготовку детей к ВПР. И в то же время, в то же время для тех, кто неравнодушен, кто хочет, чтобы у детей были хорошие результаты, ведь не важно то, что как бы, ну, написано, что это для мониторинга, что это не учитывается при выставлении там четвертных отметок и так далее, но любая деятельность, она, я считаю, должна заканчиваться каким-то результатом. И, по сути, это результат обучения в пятом классе, да, в шестом классе, ну, и так далее, ВПР. Поэтому, конечно, хочется, чтобы ребенок сам был доволен своей учебной деятельностью, и родителям понравилось, что он усвоил учебный материал, да, и нам, учителям, хорошо, приятно. Ведь неприятно же, когда мы по 25 раз объясняем, рассказываем, рассказываем, и все это в пустоту. В одно ухо влетает, в другое вылетает, как мы говорим, да, вот. Нам тоже хочется, чтобы, даже пусть его никто этот результат не будет оценивать и не будет о нем говорить, допустим, хотя все равно будут говорить и будут оценивать, да, вот. Нам все равно приятно, когда дети сели, спокойно написали работу, и все у них хорошо получилось, каждый подтвердил свою отметку. Вот, вот, уважаемые коллеги, можете воспользоваться нашими пособиями, заказать их уже сейчас, да, вот. И для тех, кто решится, как всегда, мы даем скидку 30% на все пособия по истории и обществознанию. Скидка действует до 26 марта. Вот, есть возможность получить еще и, если вы будете заказывать на класс, допустим, и через Боксбери, да, доставщика до пункта выдачи, бесплатную доставку получить, еще и 30% вы получите. То есть, есть возможность купить книги, приобрести по невысокой цене. Для этого вы должны заказать книги в нашем интернет-магазине и ввести промокод «Обществоэкзамен» без пробела, вот как он у вас на экране представлен. И тогда вы получите вот такую хорошую, скажем, добавочку или как прибавку, да, подарочек, бонус небольшой, вот, уважаемые коллеги. Так что, пожалуйста, можете обговорить, да, со своими коллегами и рассказать о такой вот комплексной книжечке для подготовки к ВПР по математике, русскому, истории и биологии. И таким образом, ну, как бы подготовить деток к выполнению этого, ну, этой работы. Итак, уважаемые коллеги, я рада была общению с вами сегодня. Мы много очень обсудили важных вопросов. Спасибо вам большое за внимание. Приходите на наши вебинары. Вот 28 числа, да, 28 марта у нас будет вебинар, посвященный изучению экономики. Вот мы будем рассматривать самые трудные задания по экономике. Вот, причем я обещаю, что мы рассмотрим, будем рассматривать содержание экономики на примере выполнения сложных заданий. То есть там будет и задание на примеры, и задание на обоснование, и задание задачи, и, естественно, с графиками. Ну, и задание 24-25 мы тоже, конечно, будем решать. Спасибо вам большое. До следующих встреч.